В Чувашском государственном университете уже не первый год проходят лекции в необычном формате, на которых выступают известные политики, бизнесмены и общественные деятели. У студентов есть возможность не только узнать что-то новое, но и задать вопросы. На этот раз с молодежью встретился глава Чувашия Михаил Игнатьев. Никаких конспектов, заданий и формул на доске. Публичные лекции собирают все больше студентов. Тем более, что темы важны и близки каждому слушателю. Для нас это очень интересный подсчет. Я думаю, что вот эту традицию, ребята, нам нужно продолжить. И вот такие встречи – это рост вашей информированности, рост вашего общекультурного, интеллектуального уровня. На этот раз говорили о перспективах развития Чувашии. Глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, за последние годы регион добился существенного роста по ряду показателей в экономике, здравоохранении и образовании. Но это не предел и есть еще над чем работать. Не последняя роль отводится нынешним студентам, отметил главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. Самое главное, на мой взгляд, это вот тот капитал, которого вы сегодня закладываете в себя. Это знание, соответственно, это конкуренция, это востребованность. Говоря о будущем, не забыли и о настоящем. Студенты смогли лично задать вопросы главе республики и за министру образования. Возможно ли вернуть компенсацию за использование как безналичного права оплаты проезда студентов для всех категорий обучающих, потому что с января ее ввели только для малоимущих. Если это возможно сделать, то какие сроки? Мы когда встречались с руководителями учреждений высшего профессионального образования, говорили о том, что есть те категории студентов, которые не подпадают под эти льготы, и все-таки им трудно все-таки покупать проездные билеты, поэтому ректора пойдут вам на встречу, если вы будете обращаться к руководству своего возраста, для того чтобы еще получать дополнительные средства на приобретение проездных билетов. Ребята спросили про выплаты стипендий и премий. Впрочем, только студенческими проблемами дело не ограничивалось. Ольга Семенова решила узнать о ремонте дороги по улице Ильича в Канаше. У меня там мероприятие опозначено, буду встречаться с депутатами городского собрания. Там вопросы подрядчики, с учетом того, что одна из организаций, которая выиграла конкурс, началась там банкротство. Конечно, люди не виноваты, но процедуру надо соблюдать, которая предписана законно. Деньги у нас есть, соответственно, в дорожном ходе предусмотрены на капитальный ремонт данной улицы. И все мы должны сделать так, как нужно, хорошо. Ни один из заданных вопросов не остался без внимания. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, в публичной лекции еще одна форма конструктивного диалога. И позволяет держать руку на пульсе событий. Тесен Леонтьев, Сергей Адушкин, Республика.